Очень интеллигентная семья, врачи, и у них две девочки, одна только заканчивала школу или поступила уже в ВОЗ, а вторая была в подростковом возрасте, в самом разгаре, и праздничный стол, они сидели с краю, и вдруг они поссорились. Это было так неожиданно, такие интеллигентные девочки, вдруг одна другой говорит, ты на кого сникерс катишь, такая тишина, а другая отвечает, а ты на кого баунти разворачиваешь. И вот это вот такое было, и Даша какая-то перепалка, но это было, мама с папой говорили, что, 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 что вы сказали. Ну вот эти вот словечки, а Даша пошло что-то вообще, там такое, что даже и не перескажешь. Ну то есть это вот обязательно, свои словечки, обязательно свой жаргон, это признак, это признак, они как бы таким образом отгораживаются. Следующий признак подростковой субкультуры, это другое совершенно оформление внешности, подчеркнуто другое, они как бы через внешность подчеркивают, что мы другие, пришло новое поколение. Это обязательно другая стрижка, то есть если модно будет, короткая стрижка, под ноль, парням, они будут под ноль. Если модно длинное, будет длинное. Если все что угодно, модно будет выбривать виски, будут выбривать виски. То же самое в отношении одежды. Вот если модно будет, вот какая-то одежда, они будут просто, родители, вот очень многие, прям вот выплакивают, ну купите, ну купите. Почему? И многие родители не понимают, говорят, слушай, да что с тобой? Ну неужели вот должно быть такое отношение к этим вещам? Ведь это же все совсем по-другому должно относиться. Вы должны по-другому относиться к вещам. Они буквально плачут. Почему? Обратите внимание, а для них одежда сейчас, вот на уровне подростков, для них это пока не просто одежда, а для них это признак принадлежности к этой группе, как пропуск. Понимаете? Поэтому у них такое истеричное у некоторых отношений, чтобы сказали, свой, смотри, он свой, он по внешнему признакам, он наш. У того джинсы есть такой фирм, у того джинсы есть такой, и я хочу, да зачем тебе, ну зачем тебе, ну у всех есть, почему у меня нет. Это болезненное чувство, ненормальное, ненормальное. Что делать? Если семья неверующая, то там удержать это очень трудно, очень трудно, потому что они как бы вот, ну просто болеют этим. Если верующая семья, здесь уже можно объяснять, объяснять и говорить, что, а ты просто сам, ты взрослеешь, ты сам разберешь жизнь. Неужели так важно вот эти вот внешние вещи? Неужели ты будешь на таком дешевом уровне самоутверждаться, когда тебя будут уважать в зависимости от той тряпки, которая на тебе одета? Ведь это тряпка. Поносил и выбросил. Неужели ты так дешево будешь покупать отношения к себе? Может быть стоит немножко по-другому самоутверждаться, если ты взрослый человек? Здесь можно с каждым ребенком договориться. Трудно, но можно. Если он взрослый, если до этого, я повторяю, это экзамен для всей семьи, если до этого занимались духовным воспитанием, ребенок это понимает. И дальше просто приходится с ним разговаривать, давай что-нибудь вместе сошьем. И давай что-нибудь подумаем, что можно купить. Но не такое. Давай не будем вот на таком уровне, спускаться от такого уровня. Я, к сожалению, забыла, я только по дороге вспомнила. Помните, я вам в тот раз показывала игрушку Барби. И хотела в этот раз просто продолжить, но, к сожалению, тогда придется на словах объяснить. Дело в том, что у нас в подростковом возрасте вот эти вот проблемы с оформлением внешности, они идут еще издалека. И подростки их часто называют рабами нормы. Рабами нормы. Особенно это очень хорошо проявляется в отношении одежды. Почему? А у них такое противоречие внутри их разрывает. С одной стороны, они хотят быть индивидуальными и неповторимыми. Они изо всех сил стараются. Быть индивидуальными и неповторимыми. А с другой стороны, они хотят быть, как все их сверстники. Как все их сверстники. Рабы нормы. И чаще всего это проявляется именно в оформлении внешности. Кто задает эти нормы? Банально они задаются через средства массовой информации. Через СМИ. Нормы задаются. Чьи рабами они становятся? Через средства массовой информации. Я хотела вам показать рекламку такую. Но вы сами можете это на каждом шагу. Вот как Барби. Вспомнить ее пропорции. Фигура. Внешность вообще, как она подается. Подростковая мода. Это сплошные варианты этой Барби. Задается эталон фигуры. Задается эталон одежды. Это очень тяжело для девочек. Потому что они все имеют разную фигуру. По-разному созревают. Но появляется чувство неполноценности. Очень многие. Они не соответствуют стандарту Барби. Рабы норм. Комплексы. И у мальчишек тоже. Происходит очень часто комплекс. В этом возрасте. И еще что хотела вам сказать. В этом возрасте изменяется самоотношение. Начинает меняться образ Я. Так говорят. Образ Я. Начинает возникать рефлексия. Что это такое? Дети начинают всматриваться в себя. Они хотят в себе разобраться. Они очень хотят повзрослеть. И они хотят разобраться. Что я из себя представляю? Что я за человек? Они всматриваются в другого человека. Они тоже хотят разобраться. А другие люди. Насколько им можно доверять? И вообще. Что представляют из себя взрослые люди? И что представляет из себя взрослый мир? Куда я сейчас вступаю? Для них это очень все серьезно. И это все имеет очень внутренний большой эмоциональный накап. И они начинают как к себе менять отношения. Перестраивается тело. И вот это самоотношение начинается с того, первая ступенька. Они начинают оценивать свою внешность. Очень болезненно реагируют. Возрастная особенность. Запомните, пожалуйста. И обратите на это внимание. У подростков, у очень многих возникает. Так называется этот термин. Звучит этот термин. Это называется так. Синдром дисморфофобии. Или попросту говоря. Страх уродства. У очень многих детей. Что там наблюдается? Одним кажется, что у него слишком большие уши. Другому слишком маленькие. Одному кажется, что слишком большой нос. Другому слишком маленькие. Одному кажется, что слишком длинные руки. Другому маленькие. Одна женщина всем недавно говорит. Слушайте. Мы не знаем, когда закончится этот подростковый возраст. Сидит, смотрит на свои пальцы, сравнивает и плачет. Почему у меня указательные пальцы кривые? Сравнивает и плачет. И говорят. Слушай, да кто будет сравнивать твои пальцы? Она говорит. Ну, ведь все равно. Ведь в принципе это же уродство. И плачет. Мы уже не знаем, что с ней делать. Страх уродства. Это бывает со стороны. Кажется очень странным все. Но тем не менее это происходит. Что делать? Спокойно реагировать. Ни в коем случае не вы смеете. Ни в коем случае не вы смеете. А просто объясняет. Да ну что ты? Да это несерьезно. Это несерьезно. Это не те проблемы. Тебе это только кажется. Это неправда. А вы даже не говорите, что нет, нет. Я же вижу. Я вижу. Все равно не прислушиваются. Это болезнь роста. Но вот здесь почему я вам стала говорить еще о Барби? А вот дело в том, что здесь помимо вот этого страху уродства, вот этот Барби, она свою каплю сюда, увесистую. Она капает. Почему? А есть такое заболевание, называется нервная анорексия. Это тогда, когда человек отказывается есть. У него болезненное желание похудеть. Вот в этом году вышло уже девятое издание, учебник. Это самый подробный учебник, самый полный американский переводной учебник «Психология развития». Авторы Крайк и Баку. И там приводятся такие данные по США, где вот эта вот куколка была разработана. Это разработки, я повторяю, это разработки по манипуляции сознанием. Просто они в соответствии с возрастом запускаются. Так вот, первыми жертвами этой разработки были же сами американцы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...